Редкие кадры кинохроники. На них история того, как развивалось виноградарство в России. Создавались специальные опытные исследовательские учреждения. Селекционеры выводили разные сорта винограда для разных природно-климатических зон страны. Это направление развивалось и в Поволжье. Здесь эту работу продолжил биолог Александр Потапенко на собственной опытной станции в Волгограде. Он занимался селекцией зимостойкого винограда. И именно им выведенные сорта стали основой единственного в Саратовской области виноградного сада. Еще три года назад на этом самом месте рос бурьян. Но площадка с трех сторон, окруженная Волгой, идеально подходила под виноградный сад. Это территория фермерского хозяйства, руководит которым Айслу Еремина. Айслу, здравствуйте. Вот наконец-то мы к вам приехали. Подвела нас опять погода, опять дождь, но тем не менее красоту ее ведь ничем не испортишь. Расскажите, где мы находимся, что у вас здесь? Нам приятно, что впервые к нам приехало телевидение. Вы находитесь на Саратовской земле, в Саратовский район, село Собуровка, фермерское хозяйство Ереминой. У природы нет плохой погоды. Каждая погода благодать. Поэтому мы всегда всякой погоде очень рады. Это наш единственный проект в Саратовской области, виноградники, столовых сортов и технических сортов. Идея разбить на берегу Волги виноградник теплилась давно, рассказывает Айслу Еремина. Много ездила по разным странам, видела, как там развивают это направление и все время думала, а почему бы не у нас? Ну я человек упертый и в общем-то решила на 30 гектарах построить усадьбу современного типа и заложить виноградник. Приглашает скорее заглянуть внутрь сада. Здесь в прямом смысле разбегаются глаза. На каждом кусте до 20 кисточек. Айслу рассказывает, импортный виноград подвергают серьезной обработке. 12 раз опрыскивают всевозможными химическими растворами. А здесь все натуральное, экологически чистое. Вы, пожалуйста, попробуйте. Спасибо. Прямо с грядки можно даже не мыть. Сейчас Айслу даже не представляет, как раньше жила без винограда. Это ее детище, созданное своими руками. Вечером, когда я прихожу, сажусь за стол и смотрю телевизор, я намываю большую вазу винограда и кушаю, как семечки. И не думаю, что он может быть какой-то другой виноград. У нас 75 сантиметров полудородного слоя, два ведра навоза и два ведра песка. Это все, что есть в этом кусте. И вот наши винные сорта. Посмотрите, вот без килограмма химии, посмотрите, какой живой лист, какой живой куст. И посмотрите, какое его плодоношение. Это пошли винные сорта. Посмотрите, для первого года плодоношения, вот, это настоящее вино, сухое, красное растет. Произрастает у нас в Саратовской губернии. И сахар у нас, но если Франция говорит, на 18% сахара считает, что это шикарное вино, то, извините, у нас больше, чем 26. Ровно 100 сортов, среди которых кадрянка, Аркадия, Лора, София, Виктория. У винограда, считает фермер, женское начало. Сегодня сам виноград приравнивается к материнскому молоку. И человек может в течение трех месяцев жить на винограде, потому что в нем находятся макро-микроэлементы. И этот сам плод формируется на солнце, он обогащается солнечными лучами. И все, что необходимо, получает из земли и извне. Поэтому сегодня уже научно доказано, что виноград приравнится к материнскому молоку. И сегодня натуральный сок винограда дают детям, начиная от полутора месяцев, по одной чашечке чайной ложечки. Ну и вы знаете, что виноградное вино и сок отъявляются символом долголетия. Ну а вине чуть позже. Пока мы изучили еще не все нюансы виноградарства. Айсло, вот расскажите, я смотрю, некоторые грозди у вас как бы в мешочках, в сеточках таких. Это для чего? Да. Вы знаете, ситуация какова. Виноград очень сладкий, его любит весь мир. И наши братья меньшие. Воробьи поклевали зерно и прилетели сюда кушать виноград. И вот нам пришлось его закрыть. От птиц. Да, от птиц. От воробушек. Да. Вот закрыть их вот такие сеточки. Они не проклевывают? Нет. И самое удивительное, что они не только не проклевывают, еще сюда не поступает оса. Вот она открытая. То есть насекомые тоже не поступают? И насекомые не поступают, и не поступает еще сюда оса. Потому что у нас еще осы летают, кушают. И это очень хорошее спасение. Во-первых, хорошая защита. Во-вторых, это все продувается, не промыкает. И когда падает, капает дождь, он просто стекает. Вы смотрите, экспериментируете, что получается, какой урожай дает, приживается. То есть выбирайте для себя то, что максимальный эффект даст. Правильно? Да. И максимальный эффект дают у нас потапинские сорта. Это неукровные сорта. Они очень хорошо зимуют, очень хорошо переносят температуру. Дело в том, что даже за Волгой они произрастают хуже. Потому что все-таки там достаточно холоднее, севернее. А у нас они живут шикарно. Мы ничего не укрываем. Наверное, сегодня уже устали все складывать лозу, потом опять открывать ее. Потом весной ее раскладывать и формировать. У нас лоза вот так стоит открытая. Посмотрите, как он себя шикарно чувствует. Он не уступает. У меня был технолог с Грузии, который делает хванчикара и кинзамараури. И когда посмотрел, он был просто шокирован, что вот у нас в Саратовской губернии такой виноградник. Перспектива еще и в природных условиях. Айслу Еремина детально изучила особенности местного климата. Говорит, 288 солнечных дней в году для винограда более чем достаточно. Она, как человек-созидатель, мечтает создать на базе своего хозяйства единый виноградный центр Саратовской губернии. И в том, что у нее все получится, нет никаких сомнений. На саратовских рынках такого винограда нет, пока нет. Вы, созидатель, вы стремитесь, чтобы он появился. То есть есть желание, есть понимание то, что все-таки накормить наших жителей своих вот такой вот экологически чистой, своей доморощенной продукцией. То есть задача такая перед вами стоит? Да, конечно. Вы не поставили? Стоит. Я буквально две недели назад срезала первый урожай, ездила на рынок, и минут, наверное, 35. И самое главное, когда только попробовали, никто даже не спрашивал, сколько стоит. Сразу раскупили в течение полчаса. Вы тоже обеспечиваете продовольственную безопасность страны своей продукции? То есть кто-то зерно, кто-то там подсолнечник, кто-то еще что-то. А вы виноград и яблоки. И не только. И не только, да. То есть это все-таки тоже понимание есть, что вы обеспечиваете вот эту продовольственную безопасность? Да, конечно, конечно. Мы принимаем участие в этом огромном. Во-первых, мы переживаем. Что касается санкций и запрета на ввоз импортной продукции, то я хочу сказать, что моя любимая страна в целом, и Саратовская область в частности, в состоянии прокормить сама себя и обеспечить всякую продовольственную безопасность. Ну а мы, как товаропроизводители, конечно, готовы всегда во всем быть первыми. Все делают исключительно вручную, чтобы не повредить ни одну гроздь. В таком первозданном виде виноград должен попасть на стол потребителю. Вот урожай этого года в опытном хозяйстве. Катя, посмотрите, какой дивный виноград из дивного сада. Ну настоящий. Желтый, черный, розовый. Ну, посмотрите, какая нежная, как коса. Посмотрите, а это какое плотное, набитое. А, Виктор Александрович, покажите, какая у вас кисточка. Тоже неплохая. А, вот он и делает. Настоящий из дивного сада дивный виноград. Такая кисточка просится на стол. Есть у Айслу Ереминой и у ее коллектива еще одна мечта. В промышленных масштабах наладить винопроизводство из натурального виноградного сока путем естественного брожения, без добавления спирта, сахара и воды. Вот, натуральные соки, так же, как и вино натуральное, они в основном лечат. Еще в древности люди заметили, что в первой натуральные соки люди излечаются от многих болезней. Относится с душой к своему делу, строит грандиозные планы. А вдохновляет коллектив на работу, руководитель, женщина, человек от сахи, которая всю свою жизнь посвятила сельскому хозяйству. Благодаря только его упорному труду, трудолюбию, целесустремленности, доведению до конца начатого дела, вот это возможно. Просто так, с наскоками, как говорится, шапками закидать, это не выйдет. Виноград, это серьезная культура, требует ежедневных к себе отношений, ежедневных к себе внимания, знания агротехнических, больших агротехнических знаний, как правильно его вырастить, когда подкормить, когда полить, когда обрезать, когда вовремя даже снять какие сорта и поставить на стол. Вот такой здесь труд, конечно, большой труд. Но все, как говорится, потом опупается с торицей. Вы это видите. Уникальный город-сад. Результат кропотливого труда всего коллектива. Рядом с виноградником – яблоневый сад. Здесь тоже множество сортов. Ассортимент, считает Айслу Еремина, должен быть всегда. Им и удивляет тому подтверждение многочисленные награды со всероссийских сельскохозяйственных выставок. Признание на самом высоком правительственном уровне. Все это дает стимул идти вперед по пути развития. А самое главное – горят глаза. Эх, какое яблочко! А тут потрешь его, хрустит. Чувствуете, какой хруст яблочко, да? А блестит как? О, а на вкус! Ммм! Ум, отвешно! Из недр своего сада Айслу Еремина и черпает вдохновение и жизненные силы. А движет ей чувство глубокого патриотизма и огромное желание вытеснить импорт саратовских прилавков, предложив покупателям вкусные и полезные плоды из своего сада. А в дивном саде, винограде, надежный трудится народ. Он поливает и сажает, и собирает дивный плод. А в дивном саде, винограде, в соседстве яблоки растут. И созревая, и угощая, они в корзине тут как тут. Субтитры подогнал «Симон»!